друзья привет наступает светлая пасха и я хочу вам показать рецепт которым поделились со мной мои подписчики это будет кулич для этого нам понадобится мука молоко сахар сметана сливочное масло яйца цукаты изюм дрожжи ванильный сахар куркума и немножко рома начинаем готовить для этого нам надо сделать сначала опару что мы делаем помните что для кулича все ингредиенты должны быть теплыми не из холодильника все должно быть комнатной температуры берем емкость всыпаем дрожжи добавляем немного сахара несколько ложек муки и немного молока перемешиваем нужно просто перемешать и поставить в теплое место чтобы заработали дрожжи смотрите все я все перемешал накрываем полотенцем и убираем в теплое место пока дрожжи не поднимутся тем временем начнем работать дальше берем еще одну посуду в нее перекладываем сливочное масло сливочное масло посмотрите должно быть растаявшие полностью теплое теплое добавляем весь сахар ванильный сахар дальше мы добавляем желтки у меня два желтка и один и одно целое яйцо два белка мы оставляем для глазури вот так мы добавляем и вот таким образом нам нужно полностью эту массу растереть и она будет ждать когда поднимутся дрожжи вот смотрите мы размешали сейчас мы можем добавить куркуму примерно чайную ложку и нужно добавить сметану взбивать ничего не надо нам просто нужно перемешать вот эту массу и вот такая масса получается однородная друзья масса готова мы ждем дрожжи как дрожжи будут готовы будем смешивать тесто дрожжи подошли наша опара заиграла посмотрите она поднялась стала пениться и сейчас мы должны смешать с масляной смесью вот так аккуратненько мы перекладываем вот посмотрите я переложил дрожжи в масляную смесь замешиваю и теперь пришло время всех остальных ингредиентов мы вливаем молоко добавляем немного ромовой эссенции вы можете добавить и ром но его нужно будет добавить немного больше и сейчас нужно замешать тесто то есть добавить муку и вымесить тесто добавляем просеянную муку изначально мешаем ложкой а потом будем мешать руками замешивать тесто смотрите все уже ложкой не промешать и начинаем мешать руками и она будет эластичная мягкая куличи получится очень вкусные и нежные и вымешиваем до того состояния пока она перестанет прилипать к рукам посмотрите тесто перестала прилипать к рукам сейчас маленький нюанс тесто нужно немножко побить об стол вот таким образом она примет нужную консистенцию и мы поставим его на расстойку вот смотрите нужно становится вот какое как пластилин такой мягкой нежно все готово тесто берем тесто формируем и в нашу кастрюлечку где мы замешивали начинали аккуратно выкладываем накрываем полотенцем и ставим в теплое место примерно на полчаса чтобы тесто увеличилось в разуме увеличилась в объеме в два раза достаем его из формы и сейчас мы будем вмешивать сейчас мы должны мешать цукаты и изюм изюм я предварительно немного замочил и обсушил берем цукаты и изюм и начинаем вмешивать чтобы они полностью распределились по тесто посмотрите мы вмешали изюм и цукаты в тесто берем доску вот так вот делаем и делим примерно на 6 не примерно на 6 частей теперь из каждой части мы формуем вот такой шарик и укладываем формочку все куличи распределили по формочкам накрываем полотенцем еще даем постоять в теплом месте тоже минут 20-25 друзья посмотрите куличи стали подниматься вот они увеличились в два раза в объеме здесь вот посмотрите теперь разогреваем духовку до 180 градусов и отправляемся в духовку на 30-35 минут друзья посмотрите куличи готовы они остыли будем делать глазурь для глазури мы возьмем вот такую емкость вливаем белки и добавляем сахарную пудру берем венчик начинаем взбивать перемешали сейчас добавляем сок лимона и будем добавлять остатки сахарной пудры будем взбивать дальше сейчас мы добавим всю сахарную пудру масса будет густеть до пиков мы ее взбивать не будем она не должна стоять а мне нравится когда она стекает добавим всю сахарную пудру и продолжаем взбивать вот вы всегда можете проверить да вот смотрите она течет и вот до нужной консистенции вам как вы хотите вот я еще немножко повзбиваю и уже будем макать куличи все взбили до нужной консистенции смотрите она чуть-чуть стекает сюда макать будет неудобно поэтому мы возьмем вот такую емкость посудку тарелочку и посмотрите какая консистенция прекрасная получилась и теперь макаем вот таким образом раз даем немного стечь и переворачиваем друзья если вы не успели подписаться на мой канал обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик все видео чтобы ничего не пропустить а мы продолжаем вы можете украсить так как вам нравится любыми посыпками любыми украшениями цветами мне сегодня хочется украсить вот такими сердечками друзья желаю вам приятного аппетита и не забывайте готовить может каждый смартфон